Девушки отдыхают Вникать перед тем, как мы будем вспоминать Вот этот великий праздник, который мы сегодня будем праздновать И слова были такие интересные в песне, которую мы сейчас прослушали Сколько раз ты будешь меня поднимать? Как вы думаете, сколько раз Иисус будет нас поднимать? Или по-другому вопрос можно задать Будет ли когда-нибудь такой момент, когда мы упав, Он нас не поднимет? Сегодня я хотел бы вместе с вами читать из Евангелия Иоанна Это будет 13 глава Евангелия Иоанна, 13 глава, последние стихи Это будет очень интересное событие, которое мы все с вами знаем Событие, которое описывает падение апостола Петра От речения апостола Петра Хорошо Давайте мы прочитаем 36 стих Симон Петр сказал ему Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти А после пойдешь за мною Петр сказал ему Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя Иисус отвечал ему Душу твою за меня положишь Истинно, истинно говорю тебе Не пропоет петух, как отречешься от меня трижды Размышляя о том, на какую тему проповедовать Какой текст взять И понимая, что сегодня будет вечеря Я пролистывал места в Евангелиях, где описывается страдание И интересно, я сделал наблюдение, что вот это событие Падение апостола Петра, ученика Иисуса Христа Оно очень сильно переплетено с событиями, которые происходили с Иисусом Христом Казалось бы, Петр, он ученик Иисуса Христа Это был лидер, он один был из двигающих лидеров среди учеников Он тот, который зажигал, который всегда был с Иисусом Даже когда Иисус выбирал из двенадцати троих Петр был всегда среди них И такое позорное падение Оно помещено в каждом Евангелии И очень детально описано, как это произошло И это очень сильно привлекло мое внимание Потому что в Петре я очень часто могу видеть себя Это стало как-то близким, это стало родным И я очень много видел соответственного, то, что происходило у Петра И за последние вот несколько месяцев Бог благословлял нас проповедями о том, кто мы во Христе Апостол Павел, когда пишет первую главу Ефесянам Он восхищается великой работой, проделанной Иисусом Христом в нас То, что Бог по своей благодати, по милости совершил в нас с вами И очень часто может создаться впечатление Вот мы во Христе, мы искуплены, мы усыновлены Мы имеем наследство Бог дал нам откровение истин, тайн, чтобы мы жили на этой земле Бог дал нам Духа Святого, которым Он запечатлел нас Который является залогом, Он дал нам наследство, Он дал нам силу И это все так прекрасно, все так хорошо И когда человек может смотреть на свою жизнь И он может видеть, что как будто бы или я до чего-то не дорос Или какое-то несоответствие Не знаю, или испытывал кто-то из нас подобное Но, как сказал Иисус Христос, что не только ворота тесны на этот путь Но и путь узок И многие из нас могут испытывать, что христианская жизнь Это не просто быть посаженным на небесах во Христе Иисусе И ожидать, когда же все остальные уверуют в Него Путь следования за Иисусом Христом Он связан со страданиями, с искушениями, с переживаниями И Бог говорит, что тот, кто претерпит до конца, тот спасется Тому я дам вене от славы И вот Петр, он был в похожем положении Один из евангелистов, описывая эту историю Это Лука, он два стиха выше говорит Он говорит, что вам даны будут троны в царстве моем Вы будете посажены со мной, вы будете питаться со мной С одним столом и судить двенадцать колен израилевых И тут же, в следующий стих он говорит Петр, ты сегодня отречешься от меня три раза Казалось бы, Петр мог представлять себя уже на небесах Сидящим, царствующим, управляющим, судящим людей И тут он говорит, ты должен еще пройти Перед тобой пролежит очень тяжелый путь Который тебе нужно идти И хотелось бы сегодня задать вопрос Почему Духу Святому было угодно Чтобы, когда мы с вами читаем Евангелие Когда мы просматриваем историю смерти и воскресения Иисуса Христа Как он за нас с вами страдал Видеть, где прослеживался апостол Петр И насколько он был слав, насколько он был неверен Насколько он предал своего Господа Насколько все ученики убежали и оставили его одного В самое трудное время И рассматривая вот это событие, я хотел бы, чтобы мы попытались понять Что произошло с Петром Что делал он неправильно И какую роль в этом всем играл Бог Чтобы получить с вами утешение Получить ободрение И получить какое-то наставление Как мы можем воспринимать вот эти страдания Искушения, переживания, которые постигают нас И вот первый вопрос, который хочется задать Это Любил ли Петр Иисуса Христа? Может быть, все, что произошло с ним Это потому, что он не любил Иисуса Христа Может быть, Бог говорит Петр, ты сегодня меня оставишь, потому что у тебя недостает любви И если мы посмотрим Петра Он, как мы уже заметили По характеру был лидером Он почти в каждом событии был первым Его имя часто очень упоминалось в Евангелии Наверное, после имени Иисуса Христа Имя Петр, скорее всего, больше всего упоминается И мы знаем, что он один из первых был призван Иисусом Христом Он оставил сети Он оставил свой бизнес На целых три с половиной года он был с Иисусом Христом И за это время, зная нашего Господа Трудно его не полюбить Трудно его не полюбить до смерти Потому что Петр, он очень много проводил времени с Иисусом Христом Иисус Христос, у него не было жены, у него не было детей Он уже был, около 30 лет ему было И поэтому он не был дома Он не проводил время очень много дома Он постоянно был со своими учениками И стиль жизни того времени Он позволял ученикам, когда они следовали за своим учителем Постоянно везде быть Кушать вместе, ложиться спать вместе На корабле передвигаться вместе Везде, где бы они ни находились В каких-то путешествиях, они всегда были вместе И поэтому было очень много времени у Петра Рассматривать вот эту великолепную личность И очень много драгоценностей заметить И полюбить так, что быть готовым умереть Он действительно любил Иисуса Христа Он видел, как Иисус Христос усмирял шторм Он сам участвовал в этом чуде, когда шел по воде и не тонул Он видел, как Иисус Христос исцелял мертвых Воскрешал мертвых, исцелял больных Он повелевал бесам И бесы повиновались Он видел вот эту силу, вот эту мощь И особенно, когда Иисус Христос говорил о каком-то царстве Он понимал, что я один из первых друзей Иисуса Христа И скорее всего, я буду посажен рядом с Ним на троне То есть у Него были большие представления Большие ожидания И Он очень сильно любил Иисуса Христа И давайте посмотрим, как это проявлялось в некоторых моментах Помните, когда Иисус говорил о том, что нужно пить кровь и есть плоть Его Многие ученики перестали ходить за Ним И Иисус повернулся и сказал ученикам Не хотите ли и Вы уйти от Меня? И Петр отвечает Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого Он понимал, что нет никакого источника Нет никакого другого пути Нет никакой личности Которая бы могла восполнить все нужды человека Все, в чем человек нуждается Для чего он был сотворен Вот он Ты Вот мы Тебя нашли Куда мы еще пойдем от Тебя? То есть Петр, он не на шутку был посвящен И сосредоточен на Иисусе Христе Интересно, когда Иисус Христос предсказывал о своей смерти То Петр, слушая, слушая Иисуса Христа И для него это было настолько странно и неприемлемо Он говорит, отозвал его и начал прикословить ему Он начал его как бы обличать, по-английски написано Он говорит, будь милостив к себе, Господи Да не будет этого с Тобою Он не мог даже допустить мысли, что мой спаситель Который пришел от Бога, который был обещан Он должен будет умереть Он не хотел, чтобы это произошло с ним Он сильно был привязан к нему Когда Иисус хотел умыть ноги Петру То Петр сказал, не умоешь ног моих вовек Я не позволю тебе, такому драгоценному Унизиться, чтобы ноги мои умыть Но Иисус говорит, если я не умою ног твоих То ты не имеешь части со мной Тогда он говорит, умой и руки, и голову И всего меня умой После воскресения, когда ученики ловили рыбу Если вы помните, вот это событие Они не поймали ничего, всю ночь ловили рыбу И когда Иоанн говорит Петру Петр, вот тот человек, который стоит на берегу Это Господь То Петр быстро опоясывшийся одеждой Бросается в воду и плывет Было около 250 метров до берега И он не дожидает У него не хватало терпения, чтобы сидеть вместе Грести быстрее Он знал, что быстрее доплывет Чтобы поскорее быть с Иисусом Он очень любил своего Господа И еще интересный момент Когда Иисус предсказал, что Петр умрет за Христа Вы помните, в 21 главе Иоанна Он говорит ему Что когда ты был молод, ходил куда хотел Потом, когда состаришься, прострешь руки И тебя поведут, куда не хочешь И он сказал, что ты умрешь Ты пострадаешь за меня А Иоанну рядом стоящему Он говорит, как-то так сказал И ученики подумали, что он вообще не умрет И Петр такой сразу Господи, а что он? Почему? Я должен умереть за тебя А он что ли с тобой останется? Я тоже хочу с тобой остаться А он что? Иисус тогда говорит ему Что тебе до него? Ты иди за мною И то есть Петр не мог представить себе возможности Чтобы быть разлученным со Христом То есть позволить мысль, что он недостаточно любил Иисуса Христа Недостаточно был к Нему привязан Это будет просто абсурд Мы знаем И вот этот вопрос, который здесь он задает Симон Петр сказал ему Господи, куда ты идешь? Потому что выше он сказал Недолго уже мне быть с вами Будете искать меня И как сказал я иудеям Что куда я иду Вы не можете прийти Так и вам говорю теперь То есть Петр, он не слушает дальше Он говорит о любви дальше О том, чтобы любить ближних Он разные истины говорит Петр вообще на этом не сосредоточен Он переживает, что я сейчас потеряю Господа Я не хочу лишиться Его Он говорит, куда ты идешь? И тогда Иисус говорит ему Куда я иду? Ты теперь не можешь идти Он говорит, теперь ты не можешь Ну потом сможешь Потом он говорит Господи, почему теперь я не могу? Я жизнь за тебя положу То есть он настолько уверен Что он сможет идти И то, что Христос говорит Это Христос что-то перепутал Я все равно смогу за тобой идти То есть мы видим здесь любовь Привязанность Петра И мы видим, что не в этом была проблема Не в этом была причина Но в чем же тогда? Следующий вопрос, который можно предположить Может быть у Петра не хватало верности И когда возник сложный момент Он усомнился Он ослабел И он не был верен Господу Можно такое допустить Потому что было неплохо Когда вечеря была Все так тепло Устленно, приготовлено Иисус очень хотел иметь эту вечерю Вкусная пища Здесь все братья, близкие друзья Ушел Иуда уже И вот в таких обстоятельствах Конечно ты предан А как только выйди вокруг воин и солдаты Тогда ты конечно же побежишь Но смотрите, что происходило Когда пришли взять Иисуса То Петр первый вытащил меч И ударил раба первосусенческого То есть он не побоялся Что пришли воины вооруженные Он не побоялся Что со первосвященниками Пришли их слуги И трудно сказать Куда метился апостол Петр Если он попал по уху И неизвестно Насколько он повредил плечо Потому что с таким ударом ударить Я представляю Что это было не просто так Напугать И он первый это сделал И когда остальные ученики бежали То Петр остался И он начал следовать По крайней мере Верности у Петра было побольше Чем у других апостолов Чем у других учеников То есть сказать Что у него не хватало верности Трудно сказать Потому что он готов Идти был на смерть Он делал те признаки Что он готов умереть Он готов сражаться Но что же мы видим у Петра Что же здесь замечено Давайте мы посмотрим Первое, что мы можем Что прям бросается нам в глаза Это Петр был самоуверен Петр был самоуверен Иисус когда говорит ему Петр послушай И в некоторых местах Мы дальше посмотрим Он говорит Истинно, истинно говорю тебе Всегда когда говорится Истинно, истинно два раза То мы в нашем языке Можем подчеркнуть Или взять хайлайтер и подписать Что это важно Вот здесь основное А Иисус повторял одно и то же Истинно, истинно Прислушайся, Петр И он как будто бы Не обращает внимания Он закрывает на это глаза Он уверен, что он сможет Все вокруг Ничто меня не остановит Я знаю, что я могу И можно задать вопрос А что же плохого в самоуверенности? Это же хорошо, когда Особенно мужчина Он знает, куда он идет Он знает свою силу Свои способности И он может что-то преодолеть И быть уверенным в своих решениях Это хорошо Это должно быть Ну что характерно самоуверенности Это самостоятельные решения Это когда ты принимаешь решения Самостоятельно Не используя ресурсы вокруг Когда ты думаешь Что я понимаю Как правильно делать И вокруг могут люди С опытом говорить В этом случае Иисус Христос говорил Что ты не можешь Он уже не обращает внимания Он думает Что я понимаю правильно И независимо от других Принимает решения Смотрите, что в притчах написано Без совета предприятия расстроятся А при множестве советников Они состоятся Или еще похожий стих При недостатке попечения Падает народ А при многих советниках Благоденствует То есть Петр Он настолько был самоуверен Он закрыл свои глаза На возможность послушать Что же скажет Иисус Что скажут ученики Что скажет опыт Что скажут люди Которые со стороны меня знают Может быть действительно Я недооцениваю свое положение Он был самоуверен Когда Иисус говорил Истина, истина Два раза Он подчеркивал это Он хотел, чтобы он увидел И Петр все равно Закрывал глаза на это Интересно, что Если мы будем дальше читать 14, 15, 16, 17 главу То мы не видим Чтобы Петр задавал Ни одного вопроса Чтобы он Какие-то подвиги совершал Ничего Он как будто бы умолк Утих Сел и просто молчал Как будто бы даже он обиделся Как будто у него в сердце Такое было Что Потому что Христос Посмотрите, как он отвечает Душу свою за меня Положишь Как бы Говорит Ты действительно Сейчас это сказал Ты сегодня Три раза будешь До того, как петух пропоет Ты три раза будешь Говоришь, что ты даже Меня не знаешь Не просто Я не хочу ничего общего Отрекаться Что я даже не знаю его И Петр Утих Как будто бы он начал думать Как будто бы что-то Начало в его сердце происходить Может быть он действительно Смирится с этим Может быть действительно В своем самоуверенности Он покается Но если мы смотрим Дальше В 26 главе Матфея Когда они уже ушли Воспев Пошли в сад Иисус говорит Следующие слова Все вы соблазнитесь О мне в эту ночь То есть это второй раз Он говорит Петру Все вы соблазнитесь О мне в эту ночь Ибо написано Поражу пастыря И рассеются овцы Петр сказал ему в ответ Если и все Соблазнятся о тебе Я никогда не соблазнюсь Говорит Все, что ты говоришь Господи Пусть все уйдут Но я никогда Это не сделаю Хотя бы надлежало мне И умереть с тобой Не отрекусь от тебя Подобно говорили И все ученики То есть мы видим Вот это вот Гордое сердце Хотя с чистыми И такими достойными Намерениями Быть верным Своему учителю Они все равно Были в самоуверенности Они были все равно Настроены на Он думал Что он понимает Правильнее всех И никто его Ничего его не остановит И это была его ошибка Это то, что может Нас с вами Останавливать в духовной жизни То, что может нам Очень сильно мешать Давайте посмотрим Вторую деталь И характеристику Самоуверенных людей Самоуверенные люди Они упывают на себя Это то, что происходило У Петра Он оценивал себя способным Он не знал на самом деле Сколько у него силы Он на самом деле Еще не понимал Что плоть Она немощна Что на нее нельзя рассчитывать И он говорил Я смогу Даже смерть меня не остановит Так говорит Господь Смотрите, что Бог Говорил еще в Ветхом Завете Проклят человек Который надеется на человека И плоть делает Своею опорою И которого сердце Удаляется от Господа Он будет Как верск В пустыне И не увидит Когда придет Доброе И поселится В местах Знойных В степи На земле Бесплодной Необитаемой Здесь показан Куст Кустарник Который растет Где нет воды Где нет ничего Где-то в пустыне В темноте Где ничего нет И Петр Оказался в таком положении Когда он рассчитывал На себя На свою плоть Он не поднимал Глаза к Богу Он не поднимал Уши Чтобы услышать советы Он на себя рассчитывал Он остался один Остался без помощи Остался жалким Нищим Ногим В своем падении Позорном Интересно Что Петр Он еще не знал Насколько он слаб И немощен Бороться с грехом С плотью С нападками дьявола Он говорит Если все Собознятся Если они все Будут слабы Если они все Тебя предадут То я никогда Господи Я смогу Я силен Победить Все искушения Петр не знал Того Что знал Павел Смотрите Что Павел говорит Ибо знаешь Что не живет во мне То есть в плоти Моей доброе Потому что Желание доброго Есть во мне Но чтобы сделать Онное Того не нахожу То есть Павел проходил Похожие какие-то Испытания Искушения Где он Анализируя свою плоть Он понимает Что я не способен Своими силами Своей плотью Побороть грех Мне нужна помощь Извне Апостол Петр К этому еще не дошел И Бог должен был Его провести Через это То есть Самоуверенность Апостола Петра Она Привела его к тому Чтобы он не слушал Советов Не искал советов Он сам определял Как должно быть И он начинал На себя уповать Интересно Сегодня Когда занимался Готовился То в Старбакс Напротив меня Пришла Мусульманская семья Похожая Трудно сказать Если они были Мусульмане Но они были Азиаты И Сын Лет 20 Где-то было ему На лице На шее Татуировки Везде Бородка такая Штаны Очень опущены Вы представляете себе Вид Современный И Похоже он был Немножко Под влиянием Чего-то Постоянно улыбался Смеялся И рядом с ним Был отец И мать Мать была закутана Покрытая голова Одно лицо было видно Она села рядом С отцом А отец сидел Рядом с сыном Ближе И За весь Вот этот диалог Там сколько Часа два Они сидели Мама ни слова Не сказала Когда они разговаривали Сын что-то смеялся Такой веселый Был что-то Говорил с отцом Долгое время Потом я смотрю Тишина Посмотрел в их сторону Отец сидит И вытирает Платком все глаза И долгая пауза Долгая тишина Потом он что-то Начал говорить И уже он Чуть успокоился Потом опять начал Более такой Веселым стал Потом они встали Куда-то ушли То есть какая-то Картина создалась Как будто вот Человек молодой Сидит Самоуверен в себе Он понимает Как должно быть И рядом сидят люди Которые прожили жизнь Которые переживают За него Которые предупреждают его И Ему все равно Я знаю Мне 20 лет Я самостоятель Я определю свою жизнь Вы не вмешивайтесь в нее То есть Что-то похожее Как будто бы происходит С апостолом Петром Когда он Говорит Господи Пусть все Ну Это может их касается Меня это не касается Я смогу Я уверен Я силен И это была его проблемой То есть Это первое Что же было второе В его жизни Петр Он не пребывал В молитве Это заметно Если мы будем Просматривать Процесс Страдания Иисуса Христа Как они шли В Гефсиманию И вообще В течение жизни Если посмотреть Разницу Воинствования Петра И Иисуса Христа Мы понимаем Что сейчас Должно произойти Что-то особое Петра предупредили Петр Сейчас будет Отречение Ты падешь Ты отречешься Три раза от меня Сейчас меня ведут На смерть Как будто бы он Или не понимал Серьезность происходящего И если посмотреть На жизнь Иисуса Христа Что он делает Перед тем Как он учеников Выбирает Он молится Что Иисус делает Перед тем Как он Большие чудеса Творит Исцеляет Множество людей Он молится Что делает Иисус Христос Когда он Идет в Гефсиманию Он молится Он трижды молится Если посмотреть Что делает Апостол Петр Он спит И возвращается И находит Их спящими И говорит Петру Было три ученика Рядом Он говорит Петру Симон Ты спишь Не мог ты Бодрствовать Один час Бодрствуйте И молитесь Чтобы не впасть В искушение Дух бодр Плоть же немощна И придя Находит их Опять спящими Это уже в другой раз Другой апостол пишет Ибо у них Глаза тяжелее То есть Сейчас учитель С которым Они долгое время Уже были вместе Вот-вот Его будут убивать Он говорит Побудьте со мною Пободрствуйте Я пойду У меня душа Тоскует Скорбит смертельно Он плачет Он молится У него настолько Пот был большой Как будто кровь Капает с раны Открытой Вот такой пот Струился с него Он настолько переживал В таком Стрессе был А ученики спят Ученики Или не понимают Что происходит Или настолько Они слабы В своей плоти Что не способны Просто пободрствовать Это опять Я просматриваю Вот эти события Настолько Показывает Что Как мало Я вообще Ничего не способен Сделать для своего спасения Когда Иисус Христос Пришел Спасти меня Он делал это сам Он делал это один Меня рядом Абсолютно не было Я наоборот Его предал Я ушел И он один Это делал Отсутствие молитвы Обратите внимание Как действует Петр Вместо того Чтобы молиться Вместо того Чтобы прийти В присутствие Бога И именно молитва Позволяет Смириться Человеку Успокоиться Внутри Найти божественный покой Успокоиться И иметь какую-то ясность Какое-то направление Когда ты Бог успокаивает Твое сердце И дает уверенность Именно молитва Позволяет Сложить оружие Плоти И вооружиться Упованием На Господа Когда человек Становится Неподвижным Он готов И не страшится Ничего Эта молитва Вводит в состояние Покоя Даже когда Все вокруг Бушует И именно Это отсутствовало У Петра Так как он Не молился Он берет меч Начинает Махать мечом Он начинает Лгать Он начинает Предавать спасителя Он как будто Метится Он не знает Что происходит Он начинает Защищаться Себя Угораживать Загораживать От Грядущей смерти Если он признает Что Иисус Христос Действительно Его учитель Его могли просто убить Потому что в то время Если кто-то Начинал какое-то Новое движение И уничтожали Лидера То всех его Последователей Могли рядом Распять И он понимал Это хорошо То есть У Петра Отсутствовала Молитва У него была Самоуверенность У него отсутствовала Молитва Смотрите Что еще Хочется извлечь Какие драгоценные Истины Извлечь Из этого падения Потому что Так как Еврейский народ Сказано Он тень Для нас Это как бы Примеры для нас Это то Из чего мы Извлекаем уроки То ученики Иисуса Христа Которые первые Уверовали Первые очевидцами Были Иисуса Христа То тем более Они С кого мы можем Брать пример Где мы можем Учиться И извлекать Полезно Для своей жизни Третье Что мы можем Здесь видеть Это Бог присутствовал В искушении Петра Бог присутствовал В искушении Петра На первый взгляд Он звучит Чуть-чуть Режет слух Как будто бы Бог Боже не искушается Злом Не искушает никого Давайте я другой вопрос задам Или по-другому скажу Участвовал ли Бог В страданиях Искушениях И испытаниях Иова То есть Зная вот эту книгу Зная его жизнь Зная все Что с ним произошло Мы скажем Конечно Мы знаем Что был момент Когда дьявол пришел В присутствие Бога И начался диалог Он говорит Он не даром ли Такой хорошенький Такой верный Потому что Ты его оградил Убери всю ограду И посмотрим Что с ним будет И Бог позволяет Смотрите Что Бог говорит И сказал Господь Сатане Вот все Что у него В руке твоей Только на него Не простирай руки твоей И отошел Сатана от лица Господа И смотрите Что было Огонь Божий Упал с неба И опалил Овец И отроков И пожрал их И спасся только Я один Чтобы возвестить Тебя То есть Дьявол Имеет право От Бога Забрать имущество Забрать рабов Приходит другой И сказывает Сыновья твои И дочери твои ели Один день Из одного дома Вынесли Десять гробов И тот Кто жил в России И помнит Эти моменты Когда выносили гроб И шли по улице Вся улица Прощалась Несли венки Бросали розы По улице И такое Какое-то жуткое Такое Ощущение было Сейчас У Иова Десять гробов Несли по улице Десять детей И Бог Позволил это Это от Бога Было И отвечал Сатана Господу И сказал Кожа за кожу А за жизнь свою Отдаст человек Все Что есть у него Но прости руку твою И коснись Кости его И плоти его Благословит ли он тебя И сказал Господь Сатане Вот он в руке твоей Только душу его Сбереги То есть Дьявол может коснуться И здоровья Он может коснуться кости Он может коснуться Кожи нашей И мы будем болеть То есть Это Бог И понимая теперь Вот это событие Понимая вот эту Как бы историю На фоне этой истории Хочется посмотреть На один стих Я думаю Он перед вами Это прям Этот стих Очень тесно Связан с тем Что Иисус предупреждает Петра Что он отречется Смотрите И сказал Господь Симон Симон Все сатана просил Чтобы сеять вас Как пшеницу Но я молился От тебя Чтобы не оскудела Вера твоя И ты некогда Обратившись Утверди Братьев твоих Обратите внимание Что дьявол Имеет участие В искушении Петра Это Бог Ему позволил Бог позволил Дьяволу Делать свое зло В жизни Петра И утешение У нас в том Что Дьявол Не имеет Никакого права Подойти К детям Божьим Только он должен Прийти через Бога Если Бог не позволит Он и пальцами повернет В нашу сторону Но если Бог Видит наше гордое сердце Если Бог Видит нашу греховную Привязанность Бог Отступает Он дает Дьяволу возможность Коснуться нашего тела Нашего имущества Наших детей Кого бы это ни было Что бы это ни было И Бог Касается В этом случае Петра Он касается его И Иисус предупреждает Дьявол просил Чтобы сеять вас Как пшеницу Это Они брали сито И сеяли пшеницу Чтобы Просеивали зерна И вся шелуха Уходила И вот только Те Которые имеют веру Это как Пайпер Объясняет Это Формочки С людей Без веры Если у человека Нет веры То он легко Проходит в это сито Если человек Держится за веру Он не пройдет Через это сито И вот Иисус Христос Он говорит Петр Мы позволили ему Дьявол пришел Просил И мы позволили Смотрите Он говорит Он просил Чтобы сеять вас Как пшеницу Но я молился Те Чтобы не оскудела Вера твоя То есть Он не сказал Я сказал нет Но в процессе Сения Я хочу Чтобы вера твоя Не оскудела И ты Некогда Обратившись Когда ты упадешь Когда он Обрушится на тебя Когда он Искусит тебя И когда ты Обратившись Научившись Чему-то Я хочу Чтобы ты Обратил Утвердил Братьев твоих Еще одно Утешение Мы можем Видеть здесь Что в процесс Искушения В процесс Вот этой борьбы Иисус молится О вере учеников Чтобы она не оскудела И так как он Молился Тогда он Сейчас на престоле Он первосвященник Который прошел Небеса Который искушен Был во всем Кроме греха И поэтому Он понимает Каждого приходящего К нему И он молится Он ходатайствует За нас Это утешение Сегодня для нас Но мы должны Понимать Мы должны знать Что Бог Бог присутствует И тот час И тот час Когда еще Говорил Он запел Петух И вот в тот момент Когда он Отрекался От Иисуса Христа Тогда Господь Обратившись Взглянул на Петра И Петр Вспомнил Слово Господа Как он сказал ему Прежде нежели Препоет петух Отречешься от меня Трижды Иисуса Христа В этот момент Уже предают Ложные свидетельства Его там бьют Ужасно Что с Иисусом Христом Делают Но он Все это время Помнит Что где-то Мой ученик О котором я молился К Богу Который сейчас Переносит страдания Искушения И сейчас Вот этот петух Пропевший Это было его отречение И Иисус Вместо того Чтобы за себя переживать Он поворачивается Находит Где стоит Петр И смотрит ему в глаза И говорит Я с тобой Я тебя понимаю Я сочувствую Я это предсказывал Не переживай Я молился о тебе Отцу То есть Даже когда человек Верующий Падает в грех Даже когда он Отрекается От Иисуса Христа И клянется всем Что я не знаю Этого человека Лжет Прям в открытую Несколько раз подряд Иисус смотрит На этого человека И говорит Я понимаю тебя Я с тобой рядом Я за тебя молился И когда ты встанешь Укрепи братьев То есть Это утешение Лично для меня Я не знаю Как для вас Для меня Это большое утешение Что любое искушение Которое обрушивается На меня Это дозволение Бога В любом искушении Иисус Христос Ходатайствует за меня И в любом искушении Он присутствует В каждом моменте И это не так Вот я упал Все Он отвернулся Вот пока сам не очистишься Не придешь Я Но он все время Присутствует со мной Он все время Помогает мне Он поднимает меня Поэтому в песне Было особо Услышать Сколько раз Ты будешь Меня поднимать То есть Только сколько Ты будешь падать И четвертое Что хочется Обратить внимание Это Бог прославился В искушении Петра То есть Мы должны знать Что Все что происходит С нами Даже когда мы падаем Мы не привыкли Это слышать Для нас Это может быть Звучит как-то ново Что Неужели Вот то что я прошел Бог меня испытал Где-то Я где-то падал Бог в этом прославился Неужели Это возможно Мы знаем Этот стих Очень золотой стих Который мы все любим Что Призванным Бога Любящим Любящим Бога Призванным по Его Изволению Все содействует К благу Казалось бы Как может содействовать Мое падение К благу Моему Как это может Послужить к славе Божьей Но Бог видит Что когда Петр Который был Очень горд Когда был он Самоуверен Ему предстоит Смотреть в лицо Людям Отцов Которых в тюрьму Посадят Он будет смотреть Детям в глаза Женам в глаза Которых отцов убьют У которых дома заберут У которых будут Бить Насиловать И так далее И он должен будет Пастором быть Этой церкви И он говорит Когда ты пройдешь Это все Когда ты встанешь Когда ты научишься Я хочу Чтобы ты укрепил Этих людей Чтобы ты их поддержал И вот Бог Когда он пользовал Апостола Петра Когда он надломил его гордыню Когда он смирил его Чтобы Петр был способный Поддержать И укрепить братьев И тогда он Я думаю Свидетельство Апостола Петра Было самое популярное В тот момент Кто-то Может приходил И говорил Вот я вот так упал И он говорит Знаешь что я сделал Я отрекся В самый сложный момент Моего учителя Я отрекся Я клялся Я всем доказывал Что я его не знаю Я никогда даже Ничего общего с ним не имел Я предал моего Господа И он принял меня Он Позволил мне быть служителем Он позволил мне Вести его народ Он сам сказал Спаси ангцев моих И Я думаю Слыша это Люди просто понимали Что наш Господь Он действительно Пришел спасти грешников Он не пришел Праведных людей Немножко откорректировать Он пришел спасти падших Он пришел спасти грешников Потому что Они не могли этого сделать сами И он продолжает это делать И он продолжает Этих людей использовать Это его милость И смотрите Что потом этот Петр Который Предал Иисуса Христа Что он мог сказать Силою Божию Через веру Соблюдаемых Ко спасению Готовым открыться В последнее время Об этом радуйтесь Поскорбев теперь немного Если нужно От различных искушений Дабы испытанная вера ваша Оказалась драгоценнее Гибнущего Хотя и огнем Испытываемого золота К похвале и чести и славы В явлении Иисуса Христа Это просто отрывок Из первого Петра Который он пишет Потом людям Пройдя вот этот Самоуверенный Гордый Теперь он пишет Не переживайте Вы немножко пострадаете Но потом Это все послужит Благу И в конце он пишет Что Трезвитесь Сборствуйте Потому что дьявол Ходит Как рыкающий лев Еще кого поглотить Он понимал Что не нужно Так грудь свою Выправлять Говорит Давайте Я готов на все Он говорит Сокрушайте Смиряйте Позвольте Богу Вас вознести И так далее То есть это был Абсолютно новый человек Которого Бог Использовал Для своей славы Поэтому Слава Божия В искушении Петра Она была Проявлена И Она продолжает Проявляться И поэтому Хотелось бы Чтобы Вот эти уроки Которые мы можем Извлечь из этого падения Для нашей жизни Чтобы не быть Самоуверенными Чтобы Не лишать себя Возможности Спросить Если кто-то Что-то в мою жизнь Говорит Чтобы прислушаться Больше задать вопросов Что ты имеешь ввиду Где я действительно Не прав Чтобы не быть Не рассчитывать На свои силы А наоборот Бежать к Богу В молитве Черпать у него силу Как мы проходили с вами Чтобы молиться Чтобы Бог открыл Что это за сила в нас Что значит быть Мертвым для греха Что значит быть Живым для Бога Чтобы эта сила Действовала в нас Также понимать В искушениях И страданиях Что Бог позволяет Им быть И ничего не будет Дозволено Без Божьего разрешения И поэтому Он присутствует с нами Каждый шаг Этих искушений И испытаний И также В конечном итоге Мы живем для славы Божьей Он создал нас для себя И поэтому Он будет использовать нас Чтобы прославиться Давайте мы сейчас Помолимся Поблагодарим Его Аминь Отец Небесный Сердечная благодарность Я за то Что ты такой Любящий Бог И ты выбрал Такой тяжелый путь Потому что Он был единственный Спасти меня И хотя я был Предателем Я до самого Последнего момента Предавал тебя Ты все равно Взял меня Ты поднял меня Ты продолжаешь Это делать Ты продолжаешь Меня очищать Освещать И вводить Свою славу И настанет день Когда мы будем В твоем присутствии Где будет отсутствовать Греховное тело И где мы можем Славить тебя И ты это сделаешь Ты это обещаешь Я очень благодарен тебе За пример Петра С которым ты так работал Который в конечном итоге Умер для тебя Который был распят Низ головой Чтобы прославить тебя И у него была Эта смелость и сила Потому что ты его Взрастил к этому состоянию И ты делаешь это В нашей жизни Слава тебе Поклонение тебе Во имя Иисуса Христа Аминь